Яркие краски, комфортный интерьер, идеальная чистота и тишина. Она, правда, временная. Школа будто замерла в ожидании нового учебного года, к которому здесь основательно готовились. К примеру, в каждом классе теперь есть возможность доступа к интернету. Цифровизация – новый тренд, и его возможности педагоги оценят уже в этом году. Рязань в числе пилотных регионов, которые подключились к порталу российской электронной школы. Конструкторы уроков, онлайн-экскурсии по музеям, методическая помощь. Это станет доступным, конечно, при условии, что скорость интернета позволит. К сожалению, высокоскоростной интернет у нас на сегодняшний день не во всех школах. Мы надеемся, что в течение ближайшего года-двух эти вопросы будут решены, и скорость интернета в образовательных организациях поднимется до 100 мегавит в секунду. В этом году в подготовку образовательных учреждений инвестировали почти полмиллиарда рублей. Пятая часть средств досталась школам города. Один из крупнейших проектов – преображение этих корпусов. Здесь будут жить и учиться воспитанники двух муниципальных школ-интернатов. Объединение учреждений поставило ребром вопрос о необходимости ремонта. На выделенные 10 миллионов рублей здесь полностью привели в порядок коммуникации. Стены, полы и потолки ремонтировали уже с помощью спонсоров. Работы еще продолжаются, но здесь уже думают про будущий год. Есть проблемы. Крышу мы не делали в этом году. Единственное, будем очень стараться залатать, конечно, какие-то определенные места, но это, в общем-то, колоссальная сумма, которую мы очень хотели, чтобы нам помогли в этом, потому что сами мы, конечно, с этим вопросом справиться не сможем. На месте реорганизованного интерната сейчас строительство. Будущая школа рассчитана на 1100 мест. Это еще один шаг к обучению в одну смену. Однако демографический рост по-прежнему опережает планы. В городе Рязань число обучающихся увеличивается почти на 2500. С одной стороны, это радует, потому что в целом по Рязанской области у нас 1 сентября в школу пойдут более 106 тысяч обучающихся, что больше, чем в прошлые годы. Но, с другой стороны, это вызывает и дополнительное напряжение, связанное с созданием новых мест. В завершении брифинга министр Ольга Щетинкина вспомнила учительское прошлое и поставила оценку готовности школ. Твердая четверка. Многое сделано, но еще есть над чем поработать. Анастасия Захарова, Елена Макарова, Андрей Варакин. Вести. Рязань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова